Союз Пяти – это пять лет творчества и дружбы, совместных переживаний и радости. Очень схожие пути становления, поиски себя и того самого источника вдохновения. А ведь он оказался совсем рядом, буквально за забором в домашнем курятнике. Сначала, конечно, маленькие этюды писала, чтобы просто ловить пятна цветовые. Ну а потом зарисовочки делала, ну и отдельно там кусок земли писала. А потом все это, да, все это в работу вешаешь и начинаешь компоновать, и все это в работу потом. Собирательный образ. Я поняла, а это курочки-то ваши? Да, их уже нет половины в живых, некоторые еще живы. Наблюдение за происходящим, историей жизни – простые человеческие радости. По мнению авторов этой выставки, тема для творчества им подсказывает сама жизнь. Быть может, поэтому все картины настолько гармонично сочетаются между собой, будто принадлежат кисти одного автора. По мнению художника Ивана Торопова, именно это и настораживает. Наша мечта – настолько друг от друга отличаться, найти свою индивидуальность, чтобы нам сложно было составить экспозицию. Вот сейчас мы очень просто ее составили, потому что немножко мы, ну, слишком, наверное, может быть, одинаковы. У всех там деревни, природа. И все же есть на выставке работы, которые менее реалистичны, хотя у автора, по сути, та же школа, что и у остальных. Анна Фомина тоже находится в «Союзе пяти», но, как сама призналась, устала от реализма. Попытка у меня выхода на какие-то более абстрагированные темы, темы, не близкие к жизни, но находящиеся в области идей. В данном случае вот работа, посвященная, скажем так, раздумья о Греции, петля судьбы, судьба Гомера, судьба Елены. Добавим, что все пять авторов сейчас в «Союзе художников». Последней в него вступила Анна Торопова в 2020-м. Круг замкнут. Впереди подготовка к персональным выставкам и ежедневный поиск себя. Ведь после этой экспозиции авторам в очередной раз стало понятно, что гармония хорошо, а индивидуальность в пять раз лучше. Елена Кузовкина, Андрей Печоркин. День с толком.